Валюта церкви впервые Вот, это не любит себя, а защищать правду Божию Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан Хорошо Итак, учимся у друзей Иова Страница 16 Да, еще до страницы 16 С чего мы там начали? Дружба, ну да Смотрите, интересно, просто некоторые факты Элифаз, Вильдады, Сафар Это имена трех друзей Иова В действительности, они известные и почетные люди Потому что, если мы читаем, откуда они произошли То Элифазы семьи Фемана, внука Исава Вильдад, сына Врама, Атхитуры Сафар, вероятно, Цефо, потомок Исава И написано, что они, скорее всего, выступали в качестве князей или глав своей поместности То есть это были люди значимые То есть вы можете себе представить Иов написано, что о нем все знали Он был уважаем всеми То есть перед ним преклонялись, его уважали Как говорится, скажи мне, кто твой друг И я скажу, кто я То есть он общался с друзьями серьезными Поэтому эти люди То есть просто Я собрал информацию, которую можно прочитать Из разных реплик из книги Иова Возможно, они были старше его И пользовались хорошей репутацией И так, как они назвали друзьями его То общество, скорее всего, их уважало То есть в действительности Почему я сказал вначале Ну, друзья пришли, пришли То есть это люди, представьте Это были главы межпоход больших Семей из больших То есть опять же, уважаемые люди, лидеры Почему я сказал, чтобы представить Кто это такие Примерно как вот Иов, например Опять же, главный пастор И ему пришли епископы на разборку То есть это серьезная разборка Это серьезные люди, уважаемые Теологически подкованные Это не мальчики какие-то, которые собрались То есть это серьезные люди То есть это серьезный разговор у них И написано, что они были душевными близкими друзьями Там в книге, в 19 главе написано такое слово Они были аншей сот То есть друзья его тайн То есть таким словом описываются Какие-то близкие душевные друзья Понятно, то есть представьте себе Близких душевных друзей Не какие-то отдаленные люди Близкие друзья, которые пришли к нему Интересно, что Павел В 1 Коринфянам 3.19 Цитирует книгу Иова И цитирует Элифаза То есть Павел использует слова Элифаза Можно посмотреть 1 Коринфянам 3.19 1 Коринфянам 3.19 1 Коринфянам 3.19 Просто для Такого Ибо мудрость мира сего Есть безумие перед Богом Как написано Улавляет мудрых в лукавстве их Так вот как написано Это написано в книге Иова И это слова Элифаза Улавляет мудрых в лукавстве Помнимаете То есть эти ребята были То есть они правильные слова говорили То есть они говорили о величии Бога Его премудрости То есть просто взяты отдельно Их слова Звучат очень красиво и очень правильно То есть можно сказать Что это были хорошие люди Принадлежащие Богу Верующие Представляете сколько было верующих Вообще это не были евреи Это были потомки Там Исава Потомки мы сказали Кто там был Потомок Сына Авраама От Хитуры То есть Ну вообще интересно То есть Насколько То есть у людей было тогда Какое-то познание Бога свое Опять же даже без Торы То есть через Авраама Какое-то распространяло Познание Бога Эти люди были Богобоязненные И Это не были Какие-то простые люди И Через Иова Бог обещает То есть говорит к ним И обещает даже принять их Через жертву Иова То есть Как бы серьезный разговор Серьезное наказание Бог говорит Горит мой гнев На трех Твоих друзей Горит мой гнев Давайте заполним пропуски Чем можем научиться Хорошего у троих друзей Дружба Которая началась При процветании Продолжилась И в несчастье Дружба Которая началась При процветании Продолжилась И в несчастье Раньше Они делили Его благополучие Теперь Они пришли Чтобы разделить Его Горе Скорбь Они проявили Дружбу На практике Они проявили Дружбу На практике И совершили Немалый путь Из своего места Мы читаем Возвращаясь Книги Иов Смотрите Написано И услышали Трое друзей О всех Несчастьях И пошли Каждое свое место Или И сошлись То есть Понимаете Расстояния Были достаточно Большие Долго Было Не было Пришли сюда То есть Мы смотрим На позитивные Вещи Представляете Несчастье Люди Оставляют Свои дела И идут Встречаются С Иовом То есть Дружба Друг познается В беде Смотрите Они преследовали Достойную цель Они преследовали Достойную цель Сетовать с Иовом И утешать его У них была хорошая цель Неплохая Сетовать с Иовом И утешать Они не пришли Чтобы удовлетворить Свое Любопытство Да Хотя их намерение Было благим На деле Они оказались Плохими утешителями Что неправильно Подошли к его делу То есть Но у них была Хорошая цель Посмотрите 12 стих И подняв глаза Свои издали Они не узнали его И возвысили Голос свой И зарыдали И разодрали Каждую верхнюю одежду Свою И бросили пыль Над головами Своими К небу И сидели С ним на земле Семь дней И семь ночей И никто Не говорил ему Ни слова И увидели Что страдания Его Весьма велики Когда они приходили К людям Которые Скорбят Например У них Кто-то умер У нас есть Ну да Как я не знаю Здесь У украинцев У русских И 40 Ну Шива Вы знаете Что такое По-еврейски Да То есть Шива Сидят Семь дней Это очень тяжело Ты приходишь Сидишь И что ты скажешь Человеку Что ты ему скажешь Теперь представьте Эти люди Проделали путь Обычно мы приходим К человеку Который страдает Мы там Может послушаем Десять минут И потом Часто начинаются Ну хорошо Поговорим Я помню Вот сестра Я помню У нее сын Действительно ужасно Дерующая сестра В возрасте уже И у нее сын От наркотиков Погиб Ну это ужасно Ты приходишь На следующий день Ты сидишь Как бы Ну что И она чувствует Сектой Мы сидим И плачем И вспоминают И давайте вас покормим Ну то есть Ну два-три часа Ты выдерживаешь Четыре часа Ну реально То есть ты понимаешь И ты уже Ну извините Ну понятно У всех дела свои Вы можете себе представить Сесть рядом с ним Семь дней Семь ночей То есть Ну Они Действительно Жертвенные Близкие люди Да То есть важно Понять этот момент То есть мы можем Учиться чему-то хорошему Представляете Человек страдает Ты не приходишь У него Они сидели Семь дней Семь ночей Семь суток Сидеть Рядом с ним Со страдающим Человеком И не говорить Нет ни слова Ну скажем Да При этом он был Прокаженный Да Проказываю Лютую Да То есть И опасно Еще Да Спасибо Да И сидели с ним На земле Они приняли Они смирились Они приняли Смиренное состояние Посмотрите Сели с ним Разодрали одежды И постились Ну Не кушали Я так понимаю Пили воду Только Семь дней И не говорили Ни слова Разодрали Одежду Свою Заполним Четвертое Они поставили Себя Нет Извините Они Что такое Они присоединились К нему Они присоединились К нему В несчастье Отреагиров На разительную Перемену В его положении Когда честь И слава Иова Оказались Повернутыми В прах Соответствующий Сердечной Чуткостью Соответствующей Сердечной Чуткостью Соответствующей Сердечной Чуткость Они предали Самому Драматическому Стенанию Которое Обычно Практикуется При Смерти При Смерти Они Поставили Себя Дальше Они поставили Себя В такое Же Смиренное И униженное Положение Как ее Даже Физически Приняв Такую Же Позу Они Были Равны Ему И они Остались Они Были Равны Ему Раньше Они Остались Равны Ему И Теперь То есть У человека Все Разрушено Богатый Бизнесмен Все Рухнуло Все Потеряно Но Они Продолжают Любить Его Уважать Его И Смиряются Вместе С Ним Вообще Это Поразительно Это Большой Урок Для Нас Они Готовы Были С Ним До Тих Пор Пока Положение Иова Не Изменится Не Улучшится Или До До Его Смерти Их Приезд Не Был Визитом Вежливости Как у нас Бывает Иногда Я тоже Думаю Знаете Ну Надо Прийти Поскорбеть Вместе И так Шива Обычно Люди Из Вежливости Приду Посижу Чтобы Было Отметиться Но Тут Невежливости То есть 7 дней 7 ночей Сидеть Это Невежливость Их Приезд Не Был Визитом Вежливости Их Прибывание Словом Теребовало Времени Жертв Огромных Неудобств Времени Жертв Огромных Неудобств Они Правильно Поняли Что Пришло Время Молчать Они Правильно Поняли Что Пришло Время Молчать Таким Образом Выказывая Выказывая Уважение К Чрезвычайным Бедствиям Которые Свалились На Иова Заговорить Первым Было Бы Неуместным Неуместным И в Подобной Ситуации Путь Мудрого Молчания Да Но Как Может быть Настолько Плохим То Что Кажется Таким Хорошим Мы Мы видим Мы видим Это было Очень Хорошо И В то же Время Мы Видим Что Друзья Сделали Много Ошибок Давайте Заполняем Дальше 17 Страница Господь Ясно Показал Что Он Недоволен Ими Горит Гнев Мой На Тебя И на Двух Друзей Твоих Горит Гнев Мой Господь Дает Четкое И Справедливое Обоснование Того Почему Он Поотечески Дисциплинирует И исправляет Друзей Иова За то Что Вы Говорили Говорили Обо Мне Не так Верно Говорили Обо Мне Не так Верно Говорили Обо Мне Не так Верно Несмотря На все Сложности Запутанного Дела Иова Он Конкретен Конкретен То есть Бог Конкретен В своем Обвинении Конкретен В этом Вопросе Который Его Волновал Его Волновал Три друга Оказались Неправы А Иов Прав Три В глазах Бога Проступок Друзей Иова Был Весьма Весомым Весьма Весомым Весьма Весомым Об этом Мы можем Судить По необычайно Большому Количеству Приношений Назначены Богом Для искупления Их Греха То есть Огромное Количество Волов Он говорит Они должны Помолиться Итак Возьмите Себе Семь Тельцов И семь Овнов Каждый Это огромное Количество Семь Тельцов И семь Овнов О чем Это говорит Почему Это важно Для нас Чтобы Понять Насколько Серьезный Грех Перед Богом И это Говорит Нам Насколько Серьезно Мы можем Согрешить Против Человека О чем Мы В общем То и Говорим Что Это Пример Душепопечения И ошибок Которые Мы можем Делать Против Близких Наших Насколько Серьезно Мы можем Грешить Против Бога И Против Людей Когда Мы Неправильно Говорим Им Неправильно Представляем Им Бога Неправильно Пытаемся Их Души Опекать Вот Что Здесь Серьезно Чтобы Мы Поняли Что Мы Можем Оказаться В более Серьезном Грехе То есть Насколько Нам Нужно Быть Разумными Медлительные Наслова Но Больше Скоро Наслышан Немедленно Понимаете Да То есть Нам Может Казаться Ну Что Такого Там Ну Там Они Его Сказали Да Но Они Но Из Этого Количества Жертв Мы Понимаем Слушай Бог Рассердился На Них Горит Гнев Написано Время Божий Гнев Как Написано Там Возгорается Вся Неправда Человеков Да То есть Что Не Думаешь Сделали Там Какой Грех Да Но Мы Видим Насколько Слова Этих Людей Убили Иова Насколько Эти Слова Принесли Скорб Человеку Которому Бог Не Собирался Приносить Скорб Вы Представляете Ну Это Серьезно Потом Бог Говорит Уже Не Все Делаетесь Учителями Я Как Ну Не Важно То есть Какая Ответственность Бог Возлагает На Служителя Его Да Потому Что Можно Оскорбить Тех Людей Которых Бог Не Хочет Оскорбить Можно Наложить Тяжесть Да На Тех На Которых Бог Не Накладывает Да Поэтому Насколько Нужно Быть Осторожными Большое Предупреждение Дальше Запомним Масштабность Их Подчеркивается Необходимостью Молитвы За них Молитвы За них С кем Они Не по Правде Поступили Молитвы За них Того С кем Они Не по Правде Поступили С тем Кто Проявил Себя Верным Рабом Господа Опять же Мой Раб Иов Четыре Раза Да Он Им Говорит После Господь Сказал Слова Ти Иов Говорит Горит Днев На Тебя На Двих Друзей Что Вы Говорили Мне Не так Верно Опять же Как Раб Мой Иов И так Пойдите К рабу Моему Иову Ибо Только Его Я Приму Вы Дабы Не Отвергнуть Ва За То Что Вы Говорили Обо Мне Не так Верно Как Раб Мой Иов Те Теологи Да Только Его Я Прим Ибо Его Я Приму Получается Дальше Получается Что Хотя Друзья Иова Имели Благие Намерения И Хотя Они Провозглашали Теоретически Верные Истины Теоретически Верные Истины Они Обвинены В том Что Око И худо И свет Который В них Тьма Око И худо И свет Который В них Тьма Это Цитата Из Слова Христа В Матвеина Око И Схудо И свет Который В них Тьма Око И худо Сыраете Что Же Господь Имеет Ввиду Выдвигая Следующее Обвинение Это Важно Вы Говорили Обо Мне Не Так Верно Как Раб Мой Йов Что Же Они Говорили Не Так Верно То есть Как Мы Можем Уничижить Праведного Человека Которого Бог Не Уничижает То Что Же Было Такого Неверного Что Бог Наказывает Грешников Они Грешников Не Наказывают То Есть Они Неправильно Представили Бога И Неправильно Изложили То Есть В общем Они Вывели Простую Схему Раз Ты Страдаешь Значит Ты Грешник Ты Точно Согрешил Признайся Покайся Они Неправильно Представили Бога Представляете Дальше Представили Бога Воюющим Против Иова Представили Бога Воюющим Против Иова То Есть Врагом То Есть Врагом В то Время Как Бог Испытывал Его Как Друга Представили Представили То Что Было На самом Деле Отцовским Дисциплинированием Представили То Что Было На самом Деле Отцов Дисциплинированием Своего Ребенка как возмездие за грех. Понимаете? То есть Бог по-отцовски дисциплинирует Иова, а они представляют это возмездие за грех. Понимаете, как они Бога оскорбили? То есть у Бога свой разговор с Иовом, они вроде бы правильно идут, все правильное намерение, и тут просто ломают Иова. В принципе-то, как бы, не было бы друзей, он, может быть, сидел бы, сидел бы, плакал, ну, как бы, и через некоторое время Бог вернул. Но вся эта книга Иова, именно не просто о страданиях праведника, это диалог. То есть, понимаете, насколько Бог, и насколько Бог это важно для церкви, для служения, потому что вся книга и история, это именно разговор между тем, кто считает себя праведниками, учителями правильными, и человеком, который страдает. И в этом и смысл, что все 40 глав, они спорят, кто прав, да? И в этом суть, что всю книгу, то есть они, эти люди, друзья, неправильно поняли, что Бог делает в жизни этого человека. Дальше. Поэтому, имея неправильное богословие, неправильное богословие, вертикально, то есть не знали Бога до конца, неправильное богословие, вертикально, они принесли вред Иову в практическом богословии. Так, немножко сложно, но... То есть, короче говоря, они, не понимая Бога до конца, они в практике огорчили Иова. И основываясь на ложных предпосылках, критиковали и осуждали Иова. Иова немилосердно судили Иова и неправильно разбирали ситуацию. Неправильно разбирали ситуацию. Страница 18. Резуме. Три друга не разглядели... Как вы думаете, что в Иове? Там. Да, там. Там. Там, в сховывших непорочность. Три друга не разглядели там, в Иове. И это их была огромная ошибка. Они не смогли увидеть то, что видел Бог. Они не старались просеять пепел. Знаете, пепел, чтобы докопаться до горящих углей. Они не старались просеять пепел. Что было пепел, как вы думаете? Его крики к Богу, его боль, его заявление о Боге, да? Как Бог такой? Почему? Будет проклят мой день. Да где Бог? Пусть он выйдет мне на суд. Это был пепел. То есть, это были его боли. Это были вещи, которые Бог не брал так сильно к сердцу, потому что он видел его страдания, да? То есть, они не докопались до горящих углей, не докопались до сердца его. Вы можете совершать... Вы можете согрешить грехом... Это важно. троих друзей и Йовы относиться к вашему опекаемому, как к человеку, которому необходимо покаяться. Покаяться в моральном зле. В то время как Бог на это не указывает. Бог на это не указывает. И это очень сложно, да? Она может казаться... Ну, посмотри, как человек себя ведет. Как-то что-то он делает, да? Но в глазах Бога это может быть совсем по-другому, да? То есть, это может быть какой-то его недо... Как сказать? Его слабость, его немощь, да? Но внутри сердца у него есть непорочность в этой сфере, да? Если можно так сказать, да? В этой сфере, в этом контексте, да? Ему действительно больно, ему тяжело. Какие-то может он делать поступки какие-то слабые, которые выглядят какие-то греховные. А ты приходишь, еще добиваешь его, посмотри это, да? Но внутри действительно Бог испытывает его, да? Он проводит его через что-то. У него нет греха идолопоклоннического, да? Как было у Марии, да? Нету какого-то желания, которое действительно стало идолом, но просто ему тяжело, он проходит страдания, испытания, да? И он не понимает Бога. Он делает какие-то вещи слабые. Он может выглядеть очень слабым. Он может выглядеть, что у него нет веры. Знаете, сегодня пришли бы, ну я скажу честно, и может не все могут согласиться со мной, ладно, нормально. Некоторые учения харизматические, то есть пришли к Йову сегодня, да, вставай, у тебя нет веры, будешь исцелен. Некоторые люди считают, ну, каждый может считать, как хочет. Некоторым людям, когда я привожу в пример книги Йова, что Бог не всегда всех исцеляет вот сейчас в этот момент. что по причинам суверенного Бога, Бог допускает страдания даже физические. Мы молимся, мы должны молиться, мы имеем право молиться, мы должны молиться за человека. Это нормально. Ну, я хочу, чтобы за меня молились, но у Бога есть суверенитет. Мне всегда причина в моем нехватке вере, в нехватке вере того, кто молится или не молится, да? Да, то есть, и книга Йова для меня актуальная книга, да? Я вижу человека, который страдает тоже физически некоторое время, и Бог что-то с ним делает. Люди говорят, нет, книга Йова была в Ветхом Завете, не было Мессии, не было того. Ну, я, ну, в мере, в это время веду споры по этому поводу. Можете оставаться, ну, каждый может оставаться при своем мнении, но я верю, что, конечно же, многое изменилось с приходом Мессии. Не многое, а понятно, очень многое. Но все-таки Бог дал нам книгу Йова для утешения, для понимания того, что тоже в страданиях и физических, и не, человек может не исцеляться по определенным причинам данным Богом, и люди бы пришли, бы сказали, вставай, у тебя не хватает веры, давай будем молиться до победы, до конца. Но Бог что-то, что-то делал здесь с Йовом, хотел открыться ему глубже, больше, да? И он знал тот момент, когда он собирался его поднять и исцелить. И мы будем, ну, иногда мы можем человека, я видел, что человека заводили в еще больше истерику, когда мы говорим, у тебя не хватает веры, и человек и так ему плохо, у него еще веры не хватает. Он вообще очень, да? То есть я считаю, что в исцелении главная вера, это не просто, человек говорит, ну, у тебя не хватает веры, что Бог тебя исцелит, но я говорю, как бы, ну, я верю, что Бог может исцелить, но для меня самая главная вера во время болезни, это вера в милосердие Бога. Я считаю, что самая большая атака сатаны, это вот как раз то, что была атака на Йова, когда мне больно, когда человек страдает, подумай, что Бог меня забыл, Бог оставил, он мой враг. И самая большая вера, в которой Бог хочет, чтобы я укрепился, это он мой милосердный, любящий отец, который всегда со мной, который любит меня, который не оставляет меня, я буду благодарить его, и чтобы, и в этом, вот моя вера, вот в чем я стою в вере, он милостивый, он благой, я не вижу исцеления, но он милостивый и благой. Он сказал, что он такой, он умер за меня, он такой, хотя я не вижу еще исцеления, не вижу облегчения, но в этом для меня самая большая вера человека, когда остается верен в любовь и в милость Бога, и то, что Божьи планы самые лучшие, самые правильные для меня, вот самая большая вера, не просто вера в том, что я верю, что он может исцелить, и он все может сделать, он может в любой момент забрать, он вообще все может сделать, но даже если он не делает, вопрос не в том, что у меня не хватает веры в это. Он всемогущий, но он делает, что хочет, но он остается быть добрым, и он мой отец. Вы должны знать, где мы остановились, вы должны знать привязанности, привязанности сердца опекаемого, вы должны знать привязанности сердца опекаемого, в противном случае, как это случилось с тремя друзьями Иова, самые лучшие богословские принципы, самые лучшие богословские принципы и ортодоксальная истина могут способствовать попыткам сатане огурчить тех, кого не печалит Бог. То есть сатана пытался, помните, он пришел, он думал, что ее проклянет Бога, когда все потерял, когда друзей потерял, когда ему что потерял, это не удалось. Он послал трех верующих друзей, и они пошли, ну, окей, через них, скажем так, понятно, использовал, если у опекаемого есть какие-то слабости, есть какие-то слабости, запятая, человеческие немощи и случайный грех, в скобочках неидолопоклонства, неидолопоклонства. Ваша главная и первейшая задача, как вы думаете, какая? Радоваться работе благодати, радоваться работе благодати и помочь ему выстоять в испытаниях, и помочь ему выстоять в испытаниях, радоваться работе благодати. То есть то, что Бог делал, это работа благодати. Дальше. Наш отец не обращает внимания на слабости в наших действиях. Некоторые люди очень огорчены и пытаются жить в перфекционизме, что тоже определенное дело поклонства. Но отец не обращает внимания на слабости в наших действиях. Он замечает и принимает искренность намерений и привязанностей. Да. Он замечает и принимает искренность намерений и привязанностей. Бог милостиво принимает слабое служение непорочных. Бог милостиво принимает слабое служение непорочных. Что значит? Это значит, что если твои намерения там чистые, то даже если служение слабое, женщина положила две лепты, все, что у нее было, она отдала. Можно сказать, что ничего особенного не сделала. Она отдала все, что у нее было. Имеется в виду, что он принимает слабое служение. Бог смотрит на намерения нашего сердца, искренность, и он не обращает внимания на слабости в наших действиях. То есть вопрос не в окончательном результате, а в наших намерениях, в этом смысл. Бог смотрит на наше искреннее намерение. Даже если внешне служение не удалось, как нам кажется, но Бог видел намерение нашего сердца, для него это важнее всего. Вот на кого я презрю, на смиренных и сокрушенных сердцах. То есть служение может в какой-то причине не состояться, не получиться, разрушиться. Все, что хочешь, может произойти. Но он смотрит на непорочность сердца. Это самое главное. Йов горько сетует. Мне нравится в этом смысле. Есть один такой известный католический монах. Выскочил его имя. Ладно. Он написал очень книгу, она бестселлером в 60-70-е годы была. И там у него был написан такой девиз, ну как бы девиз его жизни. Он писал, что Господи, его молитва. После этого молитва была как бы вывешена во всех монастырях этого ордена. Молитва примерно так звучит. Господи, я не знаю, куда я иду. Я думаю, что я исполняю твою волю, но может оказаться что-то совсем не так. Господи, но я знаю, что само мое намерение быть тебе угодным, оно тебе угодно. И я знаю, что даже если я заблуждаюсь, иду не тем путем и пройду долиной смертной тени, ты выправишь меня и все равно в конце я выйду на ту тропу, которую ты для меня хотел. Но мне нравится, говорит, Господи, я не знаю вообще, правильно я что делаю, вообще исполняю ли я твою волю, но я надеюсь, что само мое намерение угодить тебе уже является тебе угодным. То есть иногда мы не знаем, а может так, а может это бывает. То есть мы влево пойти или вправо спрашиваем. То есть ромашка любить, не любить, не любить. То есть как бы не знаю, Господи, я хочу исполнить твою волю. Ну думаю, пойду сделаю так, надеюсь, что я хочу тебе угодить. То есть пойду туда, верю, что иду туда, потому что думаю тебе угодно. А там как, да, то есть мы понимаем, что не всегда, не всегда есть свыше голос, который тебе, о, там. Вот я, как, свой бог, свою идею в землю хананскую, ну пошел, да. То есть это нужно вера, да. Иногда не знаешь, куда пойти, да. Господи, куда пойти. Ну, то есть Бог видит твое намерение сердца, что ты хочешь сделать, для чего, ради чего. Последнее. Йов горькость сетует на то, что его друзья принялись вливать в него духовное лекарство. Вливать в него духовное лекарство. Как следует не разобравшись в его ситуации и не осознав всего ее ужаса. И не осознав всего ее ужаса. Да, то есть они вливают в него духовное лекарство. Мы так любим, да. Пришли, пропишем тебе пилюлю. Как я вам уже рассказывал, потолок мне врач выписывал. Очень редко случается, что люди самые далекие от каких-либо страданий в состоянии правильно оценить тяжесть страданий другого. Человек больше всего чувствует тяжесть своего собственного бремени. И очень немногие могут в полной мере ощутить бремя другого человека. Ощутить бремя другого человека. Иов просит своих друзей оказать ему милостивое снисхождение. Милостивое снисхождение и сострадание. И надеется, что его попытки донести до них всю тяжесть его бедствия размягчат их сердца. Размягчат их сердца по отношению к нему. На этом страдания Иова подошли к концу. Вопросы по страданиям студентов, по страданиям Иова. Что для вас было интересного, нового, непонятного? Я попытался вам резюме сделать по книге Иова именно в контексте души попечения. Я думаю, что ничем не поменялось в том, что Бог бы его утешил, но Бог собирался ему вернуть все правильно. Я думаю, опять же, возвращаясь, это пример того, как неправильно души опекать людей. Как служители, как мы можем, не разобравшись, не задав правильных вопросов, вынести суждение о человеке и принести ему еще больше боли. души попечения. Я могу сказать, что мы можем подумать о том, что было бы правильным души попечением. Как нужно было правильно к такому человеку подходить? Что было бы правильным? Не утешили бы, не нужно было бы Божье утешение. Ну, окей, возможно, да. Но, в принципе, это и неплохо, в том смысле, что ведь мы и призваны людям принести Божье утешение, да. То есть, как бы через нас Бог и хочет говорить другим людям, да. Я думаю, что обязательно Бог должен был говорить ему там из буря, то есть, возможно, теоретически да. То есть, если бы пришли друзья, которые ему сказали, слушай, Иов, посмотри на Божье величие, то есть, посмотри на Его, ну, да, неужели ты думаешь, что Бог забыл про тебя? Бог не забыл, Бог тебя любит, посмотри на Его всемогущество, да. Ну, то есть, в принципе, там есть еще Элиуй, которого мы не говорили, который говорил правильные слова, да, он как бы такой, как посредник между уже Богом и прообраз Христа, можно сказать, да. То есть, он, в принципе, уже говорит правильные вещи, да. Он обличает Иова правильно в том, что он говорит неправильные слова, но не говорит, что он там грешит. Вот, поэтому, ну, опять же, мы понимаем, что сегодня обычно Бог уже не будет говорить такие долгие речи, наверное, потому что он уже дал нам Писание, Дух Святой, как бы, да. То есть, мы понимаем, что да, в принципе, это наша роль теперь, в общем-то, принести слава Бога, помочь человеку, страдающему Иову увидеть то, что он должен увидеть, то, что Бог хотел ему показать. То есть, да, я думаю, хороший вопрос. Друзья должны были, в общем-то, сделать то, что Господь потом сам и сделал. Но я думаю, что петь писал, мы было сложно, потому что, когда человек сидит, ну, тут, конечно, ну, все есть, есть разница немножко. Есть, когда ты… А, шутка, ну да, хорошо. То есть, мы понимаем, что есть ситуации, которые, да, то есть, ты можешь только сидеть с человеком и действительно… Но они скорбели всем днем, а потом начали говорить. Да. Хорошо. Я надеюсь, что этот урок, он поможет нам быть более осторожными и более внимательными в том, как мы работаем с людьми, которые к нам могут приходить. Ну, и пусть эта книга Иова утешит нас. Да не даст нам Господь страданий, как у Иова. Себе этого желаю. Желаю вам также, но Бог суверенной, кому какие страдания пошлет, пусть Бог вам пошлет хороших утешителей. И мне тоже. Этого я вам желаю. Нам Бог пусть пошлет таких учетов. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода